Проливной дождь добавил коммунальных хлопот жильцам дома номер 49 по улице Ленина и компании по КТС, на управлении которой находится двухэтажная деревяшка. После ливня жители Ветхого дома обнаружили, что одна из выгребных ям провалилась. Со своей стороны управляющая компания приступила к устранению аварийной ситуации. Впрочем, здесь у сторон возник небольшой конфликт. Какой именно, расскажет Ирина Никешина. 20 числа, когда был сильный проливной дождь, у нас ушли выгребные ямы. Соответственно, с 20 числа, вот вы сами видите, что у нас происходит. Задаем вопросы, нам никто на них ответить не может. В квартирах стоит жуткая вонь, извиняюсь за выражение. И, к сожалению, мы ничего сделать не можем, добиться не можем. Сейчас ребята привезли, стали ставить, получается, бетонные вот эти вот колодцы. Нас в курс дела никто не вводит. Я уже сегодня просто нормально по-человечески попросила людей. Говорю, дайте нам дожить уже просто спокойно в этом доме. Успокойтесь, вы что, да мы сделаем все как нужно. Вот и все, что мне говорят. По словам руководителя управляющей компании Оксаны Рочевой, выстроить конструктивный диалог не получилось и с жителями дома. При этом устранить аварийную ситуацию можно в кратчайшие сроки. Но для этого необходим доступ в квартиры жильцов. Доступ в квартиры нам люди не предоставляют. Мы уже с четверга той недели пытаемся с ними договориться. Сегодня вечером у нас опять назначена с ними встреча уже с представителями администрации и муниципального казенного учреждения управления городского хозяйства города Наринмара, потому что две квартиры из четырех муниципальные. Будем еще раз пытаться объяснить людям, пытаться... Если они нам предоставят доступ в квартиру, то подключение к канализации произойдет в течение одного рабочего дня. В течение еще двух рабочих дней мы засыпем, устраним, утеплим и все остальное сделаем. Нам нужен доступ в квартиру. Жильцы, в свою очередь, опасаются, что после такого ремонта в квартирах будет держаться запах нечистот. А зимой трубы будут замерзать. У нас дыры были прямого падения, поставлены унитазы. Подводить трубы невозможно, никак. И вот здесь в свое время у нас за машинами была помойная яма, куда мы могли выносить просто даже суп сварили, извиняюсь, что-то помой. А сейчас нам приходится сливать это все через унитазы дома. Соответственно, если зимой это все в трубах замерзнет, дальше какие их действия? Они будут пушками тепловыми отогревать? Я еще раз повторюсь, мы их планируем утеплить. У нас есть дома и с центральным водоснабжением, которые все равно перемерзают зимой. Но в любом случае мы выполняем работу, восстанавливаем нормальное водоотведение. И никаких проблем с этим в принципе нет. И третий вопрос, который их волнует, это что будет в их квартирах во время проведения капитального ремонта. Это не капитальный ремонт. Но опять же мы людям объясняем, что если что-то мы делаем, то мы все восстанавливаем. Если придется около унитаза, например, сломать плитку, то мы это место около унитаза, естественно, унитаз ставим на место и снова все восстанавливаем. То есть опять же никаких проблем с этим нет. Нам главное сейчас восстановить нормальное функционирование системы водоотведения. Казалось бы, обе страны заинтересованы в решении этой зловонной проблемы и как можно раньше. Впрочем, в данной ситуации на это потребовалось почти две недели. Накануне выхода нашего материала в эфир состоялась встреча жильцов дома, представителей управляющей компании и мэрии Наринмара. Сторонам, наконец-то, удалось достичь взаимопонимания. Принято решение управляющей компании поставить новые кольца. Но жители сначала воспротивились этому. В настоящий момент достигнуто взаимопонимание. Ситуация взята на контроль администрации. И в течение одного рабочего дня управляющая компания обязалась это сделать. Причем сделать с участием и самих жильцов, которые, может быть, не хотят вмешательства в свои квартиры, где у них произведены ремонты. Управляющая компания идет навстречу и гарантирует о том, что в случае какого-либо разрушения у них в квартирах она восстановит все в первоначальном виде. Работы будут проводиться в рамках устранения аварийной ситуации, что, в свою очередь, не повлияет на перенос сроков расселения данного дома на более поздний период. По состоянию на 1 июня текущего года данный дом стоит в программе по расселению до конца 2020 года.